всем добрый день в этом видео я расскажу как настроить сигнал 10 и системе болид с пультом c2000m для начала может я рассказывал в прошлом видео но нужно повторить данный пульт сейчас прошел обновление в нем изменился заход в программирование для начала нажимаем домик как вы видите на видео у нас высветится журнал событий управление тест индикации пароли настройки нас интересует данный пункт настройки далее нажимаем на стрелочку enter вводим пароль он всегда стандартный 1 2 3 4 5 6 после ввода у вас высветится изменение даты время настройка устройства данный пункт мы используем я сейчас попозже расскажу как установки c2000m это внутренние настройки пульта c2000m с изменением адреса пульта если вы в системе будете использовать несколько пультов rs 485 это порт который мы используем для передачи данных rs 232 это если в системе вы используете принтер но в основном я не использую режим программирования это главный режим для конфигурации и программирования всей системы через две программы ppproc упрок это я расскажу чуть попозже далее настройка устройства вводим enter стандартная адрес устройства 127 я уже изменил у меня единичка после ввода единички вы видите что сигнал 10 версия 103 данный вот сигнал как вы видите я уже изменил у него адрес далее если вы хотите изменить на какой-то другой адрес вы нажимаете enter адрес прибора адрес а у адрес а у используется только в адресной системе когда у вас используются датчики ип 34 а и также адресные и но я вам про аналоговый в основном рассказываю это вам не должно быть сейчас интересно далее выбираем пункт режим программирования enter все пульт находится в режиме программирования что требуется знать о программаторе первую очередь когда вы повернете вы увидите usb rs 485 заводской номер и вот самая главная позиция второй квартал 2014 года далее я вам покажу где и как скачать для него драйвера как я показал для программатора вот видите драйвер со второго квартала 2013 года по второй квартал 2014 года usb rs 485 нас конкретно он интересует нажимаем скачать высветить вот так я уже скачал далее скачиваем сайта упрок выбираем здесь самую последнюю версию упрок версия 4 1 1 болит 419 груз м размер 6 мегабайт зипованный также я его скачал упрок как вы видите далее покажу скачиваем дальше попрок попрок версия 303 болит 1 версия русская англоязычная скачиваем видите меня уже скачал я создал на рабочем столе папку попрок открыл распаковал вот попрок нажимаем устанавливаем как обычный программ абсолютно разрешаем выбираем язык русский выбираем место установки программы далее да установить программа установки программа установил завершить ппрок мы установили далее устанавливаем упрок также разархивируем архиватором архивации вас не должно никаких проблем быть нажимаем нажимаем запускаем разрешаем выбираем путь установки вперед папка у меня видите уже выключается что устанавливаем мы устанавливаем все равно установить все процесс установки пошел все программа установки закончится далее мы устанавливаем после того как ставили программатор у вас высветится поиск драйверов для устройства чтобы найти куда у нас подключился наш программатор я покажу в дальнейшем где это вам потребуется вы установили ппрок нажимаем ппрок открылась программа вот самый важный пункт порт чтобы как его выбрать откуда это вообще все взять вашему программатору уже присвоен адрес здесь видите ползуночка можно менять адрес где его посмотреть панель управления открываем система диспетчер устройства открыли комп порты открываем позицию у меня высветился USB сериал порт комп 13 у вас он может быть под другим свободным адресом как проверить вытащите программатор из компьютера далее смотрите у вас исчез 13 то есть у меня исчез у вас исчезнет тот на котором он подписался далее вставляем его обратно вставляем 13 порт вы теперь знаете где у вас и под каким номером программатор выбираем его 13 порт начать поиск нажимаем если у вас отобразились те устройства которые были подключены в системе нажимаем далее отмена что дальше требуется дальше нам требуется считать конфигурацию пульта на данный ярлычок жмем процесс достаточно долгий 4 минуты на это время я остановлю запись и продолжим после ну вот пульт читал далее можно заниматься конфигурированием данная конфигурация требуется для чего в первую очередь это для пульта пульт у вас центральный мост он дает команды на управление приборами помогательными устройствами как СП КПБ С2000 и другие устройства которые будут установлены в вашей системе что мы делаем мы зажимаем сигнал и перетаскиваем на пульт все теперь пульт знает что у вас установлен сигнал здесь что мы дальше делаем заходим в раздел что в этом пункте в этом пункте у вас присутствует на приборе у вас есть 10 шлейфов их можно по-разному объединить я например создам 10 раздюр соответствующие 10 шлейфов зажимаем шлейф номер 1 перетаскиваем в раздел номер 1 и далее проделаем одинаковое одинаковое действие одинаковое действие создали у вас есть 10 разделов соответствующие 10 шлейфам вашего прибора далее у вас есть пункт группа разделов группа разделов сделан например когда у вас объект очень большой и вы можете сделать подобным образом объединение например в одну группу сразу три раздела видите и вот таким же способом сделать следующую группу разделов удалим пока это нам не требуется сделаем обычную систему далее у нас пункт реле заходим туда в вашем устройстве четыре реле два реле стандартные первый и второй обычный пациент на размыкание и замыкание тактику вы также можете задать третий и четвертый раздел это третья и четвертая реле имеет у вас на концах питания то есть не сухие контакты у вас здесь появляется 12 вольт при выбранной тактике программа управления выбираете сирена тактика видите вот высветила выбранная тактика здесь выбираете из этого лампа вот как вы видите здесь уже на свой выбор делаете например включить а в данной программе выключить для чего это нужно как частенько бывает когда вы устанавливаете апс на объекте требуется подключить вспомогательную устройство как передатчик на вывод 01 и другие возможные действия которые требуют подключить излятку подключить сирену опять же звук свет на много чего далее после того как мы выбрали тактику обратите внимание есть время управления это время управления реле когда наступило нужное время отчет пошел вот например выставлено 30 секунд выставим 30-60 по истечению этого времени он вернется в исходное положение так что можете выбирать время для ваших ваших действий далее чтобы это все заработало вам требуется занести в каждую программу разделы или в зависимости что вы хотите чтобы делали если вы хотите отдельно два раздела чтобы только после поиск тревоги например срабатывало первое реле или например чтобы второе второе реле срабатывало от всех разделов и так далее здесь вы можете выбирать по-разному как видите например первым у вас всего два раздела и только когда они сработают у вас сработает сигнализация именно это реле все в зависимости как вам хочется и какая у вас задача да это уровни доступа уровни доступа требуются для в основном БКИ как их создать также добавить уровень доступа БКИ расшифровывает блок блок индикации далее заносим туда все имеющиеся разделы зажимаем и перетягиваем после пароли заходим пароли как видите можно создать свой здесь например вход в которую вы хотите 65 65 есть создали пользователь это уже как вы хотите как вашей душе угодно забьем экзамен уровень доступа то что мы делали перед этим уровень доступа выбираем наш созданный уровень доступа выбираем единичка встреча вы будете упроге выставлять бки у вас будет пароль ввести пароль когда вы введете вот этот вот пароль система уже будет разрешать бки вставить снимать шлейфы далее трансляция событий это нам не требуется выходные шлейфы тоже в принципе я этим не пользуюсь привязка управления вот это нам нужно чтобы система могла управлять нашими разделами ставить снимать и так далее нам нужно привязать разделы так как у нас сейчас всего одно устройство управления это пульт c2000m мы заносим все разделы туда теперь система система можно будет снимать пульта видите 10 раздел на сигнал так как у нас кнопок нету что есть сигнала c2000 сигнал 20 м который имеет кнопки на лицевой панели него обычно также требуется выносить все разделы после создания структуры мы ее записываем пульт нажимаем записать конфигурации процесс достаточно быстрый с новыми пультами 4 минуты не требуется все мы создали свою конфигурацию как видите все готово далее заходим упрок упрок вот как видите в панели путь у вас выслитился упрок после установки нажимаем на него какой то есть крокодил какой то есть Как видите, у нас высветился упрок. Выбираем нужный порт. Спиток выкидывает. Находим, у меня в данном случае, КОМ-13. Нажимаем. Нажимаем поиск приборов. Если у вас отобразились те приборы, которые у вас установлены, нажимаем Стоп. Далее. Выбираем сигнал здесь. В данном случае. Чтение конфигурации из приборов. Нажимаем. Высветился наш сигнал. Развернем побольше, чтобы было видно. Что здесь есть? Здесь есть контроль двух выводов питания. Как видно, у нас на сигнале есть два питания. Если вы поставите галочку, у вас система будет контролировать оба питания, если вы используете два источника питания. А так как мы используем обычно один блок питания, я убираю эту галочку. Типы шлейфа. Есть разные шлейфы, в зависимости от того, что вы хотите. Охранные, пожарные. Здесь особенно углубляться не будем. Если вы используете обычные дымовые датчики, чаще всего используются ИП-212-45 и ИП-212-141. Это дымовые датчики. Если у вас в этом шлейфе не установлены ИПР-ы, тепловые датчики, то выставляем дымовой шлейф тактику. Видите? Мы поменяли на единочку. Например, у вас будут все дымовые шлейфы. Дымовой шлейф. Задержка в данном пункте. Задержка перехода в тревогу пожар. Убрать. Все по нулям. Нам задержка не нужна. Задержка взятия. В основном это используется для охраны. В охранной тактике. Когда у вас сигнал 10 используется в охранном направлении. Тогда вы уже сами выставляете проходные зоны и так далее. Задержка анализа 6 после сброса. Обычно у нас происходит сброс после первой тревоги. Система оценивает, действительно у вас сработал датчик. Или это была же все же ложная тревога. Запылилась. Еще какие-то проблемы. Система сбрасывает датчик первым. Обнуляет питание. После она запускает его. Система уже понимает, если повторно произошел пуск датчика, значит системная пожар. Она дает тревогу. Задержка управления реле. Здесь все по нулям. Также можно без права снятия с охраны. Чтобы нельзя было снять с охраны. Ну, лучше не ставить, чтобы у вас не получилось каких-либо казусов. Все-таки лучше, чтобы оно это... Автоперезятие и невзятие. В принципе, можно ставить, можно и не ставить. Это уже чисто на ваше усмотрение. Автоперезятие и тревоги. Лучше не ставить, чтобы не было потом проблем в обслуживании этого сего. Контроль снятого шлейфа. Также это уже только чисто на ваше усмотрение. Система будет информировать о снятии шлейфа. О постановке шлейфа и так далее. Много слишком информации будет для вас. Оно тоже так же не требуется. Блокировка перезапросов под шлейфом. Так, в принципе, тоже не требуется. Дальше. Вот что вам конкретно требуется. Управление реле. Если у вас только всего один прибор установлен. СП-шек, КПБ-шек не стоит. И других приборов, сигналов. То требуется, чтобы вы поставили галочку везде. Чтобы каждый шлейф управлялся в реле. Иначе у вас система не ключит реле. Если у вас не будет стоять плюсика. Видите, у вас сейчас везде плюсики стоят. Все. Теперь от каждого шлейфа произойдет то, что мы требуем. Выводы. Как я вам раньше говорил. Тактики. Здесь выставляются. Как мы поставили. Включить. Реле 2. Выключить. Здесь все остается то же самое. Без изменений. Единственное, смотрите время выставления. Уже сами выставляете. Как вам. События включения реле. Так, вот галочку. Если вы поставили, то у вас будет индикация на пульте. При каком-то определенном событии. В целом, мы с вами все, что требовалось. Сделали. Заносим информацию в прибор. Подчеркну. Управ. Это конкретно мы записываем прибор. В данном случае сигнал 10. Нажимаем записать конфигурацию в прибор. Процесс достаточно быстрый. После записи у вас произойдет на сигнале 10 звуковая подача. Не больше 2 секунд. Что означает, что система записала в прибор все, что мы создали. В принципе, все, что я хотел в данном видео рассказать вам. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, обязательно подскажу. Данную область. Я уже занимаюсь достаточно долго. Уже наработал какой-то опыт. Всем спасибо. До свидания.